Самый дешёвый проектор за 3000 рублей Тью Юниор Q2. Привет, с вами Легит и хорошего вам настроения! Друзья, сегодня на обзоре у нас самый, пожалуй, дешёвый проектор, который был на моём канале. Это проектор от Тью Юниор, модель Q2. Детский проектор для, в основном, мультиков. Если бы меня спросили несколько лет назад, когда я ещё не знал ничего о проекторах, можно ли приобрести проектор за цену 40-45 долларов. Я бы сказал, что за эти деньги, скорее всего, можно приобрести только игрушку. Однако перед вами настоящий всё же проектор, который, конечно, позиционируется как детский проектор. Оттуда и вот такая забавная улыбающаяся форма. Естественно, ожидать от такого малыша, да ещё и за такую цену, каких-то серьёзных результатов, ну как бы было бы странно. И тем не менее, интересно, можно ли его приобрести, к примеру, как подарок на праздники, как подарок детям, вот именно как проектор для мультиков. В общем, давайте распакуем, посмотрим, как он поставляется, что он вообще себя представляет. Протестируем его как только угодно. Я уверен, досмотрев это видео до конца, вы уже точно поймёте, подходит ли он вам. Поехали. Поставляется проектор вот в такой вот миниатюрной квадратной коробке, внутри которой нас сразу же встречает небольшая инструкция, правда полностью на английском языке. Маленький проектор и к нему маленький пульт с минимумом всех самых необходимых кнопок. Кстати, помните, что нужно вытащить вот эту пластиковую перегородку, ну, чтобы был контакт с батарейкой, кстати, батарейка здесь CR2025. Блок питания с евровилкой самый распространённый, 12 вольт, 2 ампера. И RCA разъём на аудио-видео стерео. Ну и вот этот самый милашный проектор, который напоминает какого-то миньона, что ли. То, что светодиодная полоска у него выполнена в виде рта, которая, кстати, светится. Красным светится при подаче питания, зелёным при включении проектора. Глазом у этого миньона служит небольшой объектив, фокусное расстояние которого изменяется при помощи вращения вот этого регулировочного кольца. Минимальное фокусное расстояние, которое у меня получилось, это 48 сантиметров от экрана. И размер изображения составил 28 сантиметров на 21 сантиметр. Это 35 сантиметров по диагонали, то есть где-то 14 дюймов. На расстоянии в 2 метра от экрана получилось 126 сантиметров на 94 сантиметра. Это где-то 157 сантиметров по диагонали, то есть 62 дюйма. И это даже кажется немного многовато для него. Ну а максимальное расстояние, на котором проектор вообще может сфокусироваться, это 2 метра 75 сантиметров. И мы получаем 170 сантиметров на 126 сантиметров. Это 212 сантиметров по диагонали, то есть 83 дюйма. Это максимально, что он может сфокусировать. Ну а максимально смотрибельное расстояние, которое мне показалось, это 185 см от экрана, где изображение получается где-то 116 на 87 см, то есть где-то 145 см по диагонали, ну в районе 57-56 дюймов. Яркость у проектора заявлена в 700 люмен, ну где-то так приблизительно и есть. Сверху проектора находится силиконовая мягкая ручка для его переноски. Рядом с ней все необходимые кнопки для управления. На тыльной стороне располагается весь интерфейс. Это ИК-приемник для дистанционного пульта управления, который, кстати, надо направлять в сторону проектора. За ним идет разъем DC для подключения блока питания. Следом идет HDMI-разъем для подключения, к примеру, к какому-нибудь TV-боксу или к игровой консоли. Вот это далеко не игровой проектор, но зато есть TF-разъем под SD-картой памяти. Под ним находится USB-разъем, также, к примеру, для USB-флешек и разъем аудио-видео для подключения того самого RSA-разъема. К примеру, для того, чтобы подключить какую-нибудь фото или видеокамеру. Сбоку, с одной стороны, находится и звуковая, как по ощущению, 1-ваттная колонка. И где-то там находится вентилятор, который захватывает холодное воздухо, остужая все модули и выходит с противоположной стороны, со стороны радиатора. Шумность работы охлаждения у него, в принципе, как и у больших собратьев, в упор порядка 60 дБ. Это не самый громкий, но и не тихий проектор. Правда, источник звука все-таки более мелкий, и на расстоянии в метре от проектора уровень шума составляет, ну, где-то порядка 40 дБ. Для понимания, при отключенном проекторе уровень шума фона составляет всего 36 дБ. Ну и, конечно, при таких размерах и цене полагаться на хорошую громкость звука, ну, не стоит. Здесь она поднимается в максималке, ну, где-то до 73-75 дБ на расстоянии в метре. На дне по стандарту 4 прорезиненные ножки, обеспечивающие сцепление с поверхностью. И 6-миллиметровое стандартное винтовое отверстие для крепления проектора на штатив. Это хорошо и удобно, потому что штатив, в принципе, для такого, наверное, предназначен. Говоря о его внешнем виде, он, конечно, классный. У проектора обычное Basic меню с разделами быстрого доступа к видеофайлам, музыкальным файлам, фотофайлам и текстовым документам. Нажимая на пульте на кнопку меню, мы попадаем в настройки проектора, где сразу можно перейти в выбор языка и выбрать язык, который к вам больше всего подходит. Ну и тут уже стандартные настройки, вот режимы изображения. Есть уже предустановленные варианты. Можно выставить свой собственный пользовательский, то есть настроить цвета, яркость, тон, резкость и все вот это вот подобное. Однако на данном проекторе, если честно, я особо разницы не вижу, если уж совсем только не убирать, либо не повышать что-то в край. То же самое касается температуры RGB цветов, то есть красный, зеленый, голубой, которые можно отдельно настроить, но в принципе стандартные настройки уже, наверное, лучше-то и не выставить. Очень интересно, что соотношение сторон, что 16 к 9, что 4 к 3, разницы особо вообще нет. То есть здесь какое-то среднее соотношение на самом деле. Здесь точно не 16 к 9, ну и не совсем такое квадратное изображение. Ну скорее 4 к 3 все-таки, чем 16 к 9. 16 к 9 просто не действует. Ну и разворот изображения в случае, если вы каким-то образом додумались разместить его на потолок, либо за экран. Здесь это также есть. Вообще это, в принципе, относится к этой прошивке скорее, чем к этому проектору. Настройки звука здесь также есть, но они, если честно, также особо не влияют. То есть их можно менять, но вот прям кардинально какого-то изменения, если честно, я не заметил. Можно выставить время. Также время включения, время отключения. Ночной режим таймера. То есть можно выставить, через сколько минут проектор выключится. И, в принципе, временной ряд здесь самый подходящий. То есть можно выставить на разный хронометраж фильма, чтобы проектор после просмотра сам автоматически отключился. На пульте есть кнопка переключения к разного типа видеовыходов. АВ, HDMI, USB и TF-карты. Друзья, если честно, не вижу особо смысла тестировать этот проектор на данном тестовом видео, на котором я проверяю все проекторы, потому что, ну, это такой практически игрушечный, на самом деле, проектор именно для детей, чтобы им отдать и не париться, если они вдруг его разобьют. Ну да, здесь есть какие-то отображения черных оттенков, где-то 3-4 цвета. Белый он лучше отображает. Кстати, белый он хорошо отображает. Практически все оттенки были видны. Ну, а говорить о контрастности, о детализации здесь, конечно, вообще не имеет смысла, потому что разрешение у проектора очень низкое, предназначено именно для просмотра каких-то мультиков типа Трикота и тому подобное. То есть каких-то таких не сильно художественных или графических мультиков. Вот именно такой простой вариант дать ребенку, которому 5-6-7 лет, включить мультики и не страшно, что вдруг, если что, как-то уронил или еще что-то. Но некоторые тесты в отображении, особенно серых и белых оттенков, в принципе, этот проектор проходит достаточно хорошо. Даже не буду рассматривать вот этот вариант подключения к играм, не вижу смысла. Ну уж тем более проверять и тестируйте его на таких сложных 4К видео. Ну, здесь просто я могу показать лишь цвета. Естественно, ни о какой фактуре здесь ткани речи быть не может, потому что это очень простой проектор. Проектор настолько, настолько, что он розы сейчас сделал, просто какой-то мармелад общий. Вот, клубника еще более-менее в резкости, ну более-менее, да, а вот и то какая-то вытянутая оказалась и очень похожая, стандартная. Ну, зато цвета, в принципе, у проектора неплохие. Он именно сделан для мультиков, да, посмотрите, какой шикарный желтый цвет. Говорить о чем-то серьезном в этом проекторе не вижу смысла. Единственное, что могу просто показать вам в образце, как он показывает мультики. Ну, единственное, что на камеру почему-то еще хуже запечатлевается, это все в жизни чуть-чуть получше. Но это такой вариант точно не о качестве изображения, а просто вот включить мультики с не сильными требованиями и желаниями хорошего результата. Опять же, яркость слабенькая и смотреть вот так вот при открытых шторах возможно только либо вечером, либо какой-то пасмурный день, как вот при съемках. Ну, в принципе, возможно. То есть, если хотите разнообразить просмотр мультиков вашему дитю или кому вы хотите подарить этот проектор, опять же, от проектора не так устают глаза, как от мониторов, от телевизоров, и располагать его максимум от экрана где-то на метр восемьдесят пять сантиметров, то есть где-то около шестидесяти дюймов вы получите, ну, или тем более ближе, то, в принципе, за эту цену, ну, и опять же, как опыт проектора, приобрести маленьким детям для мультиков, в принципе, вполне можно. Тем более, что цена у него около трех тысяч рублей, во время распродажи вообще будет где-то две восемьсот, две семьсот. Для фильмов он, конечно, скорее игрушечный. Маленьким деткам включить на экране побольше, в принципе, можно. Ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео, именно поэтому переходите, заказывайте товар проверенный, продавец надежный, так что смело рекомендую, вот для этих целей самое то. Надеюсь, это видео вам было полезно, если так, то для меня будет лучшей благодарностью, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях и вот приятные комментарии, замотивирует меня еще больше стараться для вас. Тебе пустя ко мне вот сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и смелости. С вами был Ёж, пока.